здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я пика сегодня я разбираю с вами вы со мной или я не знаю как сказать вот этот вот узор девчонки он без вто узор от последний из последней коллекции модели брюнелла кучинели там казалось бы эта моделька ну просто я даже в обзоре кажется вам говорила простая простая да ничего подобного не такая уж она простая и не так просто вот этот вот узор я вот смотрите сколько у меня проб это не все это я уже была уверена что я его вычислила вот как бы начальная версия у меня была вот это я скажу чем она отличается может быть вам понравится именно эта версия это один и тот же узор но не в одном ряду там чуть-чуть есть отличие все я оговорю все что касается этого узора нюанс обнимала вот пока я вот дошла до финальной версии на мой взгляд она не хочу гладить и ну как бы этот узор потому что прятну чтобы не портить пряжу сейчас а пряжа я поговорю потому что я его собиралась вязать но я его скорее всего вязать не буду если я найду пряжу подходящую вот что я решу что она подходит то я его конечно же свяжу так вот так вот выглядит мой узор видите девчонки мне кажется что я максимально приблизилась во всяком случае я все рассматривала его в лупу увеличивала фотографии рассматривала понятное дело что это машинная вязка вот здесь вот дырочки мельче вот возможно же говорю вам понравится больше вот такой вот где мельче дырочки я все вам сейчас расскажу все 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 расскажу вот но максимально похож вот именно вот эта вот версия почему потому что вот именно там на первый взгляд кажется и я уже видела в интернете видео мастер-классы что это узор там накид 2 вместе да я ничего подобного совсем не накид 2 вместе дырка удлиненная вверх вот видите вот мне папа посчастливилось добиться этой дырки удлиненной вверх вот и так вот подложить чтобы вам было видно и это получилось не сразу два дня я билась над этим узором в итоге вот это вот у меня получилось вот почему я начала уже с этой пряжи вязать этот узор потому что уже для меня как бы была финальная версия вот это но потом смотрю думать все равно нету вот потом изменила на вот эту вот и так по пряжи я вот этот вот образец из ализе обе с пайетками пряжа метраж у нас тут 410 метров 100 граммах это вот такая вот пряжа есть но она из бюджетных но она не совсем дешевая потому что пайетки но из разряда дешевых как как мне кажется ее нигде нету девчонки цвет 01 вот я прошлый год из нее вязала вот тоже отключена или добавляла в подмодхию и не смогли мы ее найти вернее девчонки не смогли ее найти вот поэтому как мне кажется ализе сняла ее с производства точно так же как и буклированную и они обе сейчас прям в тренде и буклированное это а у них ее нет я думаю они конечно исправят эту ошибку но нам нужно сейчас в общем если вы найдете то конечно из бюджетных она подходит на этот джемпер и по метражу и как бы пайет очки мел меленькие там именно в этой пряжи что я хочу сказать значит вот эта часть узора у меня связано на 410 миллиметров спицами три с половиной миллиметра здесь у нас рекомендованные спицы где они у нас здесь написаны вот они вот они вот они поменяют очки так номер крючка от одного до четырех и номер спиц 4 да вот это вот я так понимаю или 22 на 4 от 2 до 4 девчонки напишите в комментариях как это расшифровать а это образец спицами 4 у нас 10 на 10 сантиметров то есть спицы да я так понимаю что это 2 до 4 спицы и вот эту часть я вязала спицами три с половиной миллиметра а вот эту часть спицами 2 миллиметра девчонки почему вот получилось вот так вот я вам сейчас все расскажу образец я буду показывать на другой пряжи чтобы вам было хорошо видно и вот так а петли мы набираем кратное двум число петель кратное двум удобно сокращать на этом узоре и вязать удобно так раз два три 4 5 6 7 8 9 18 петель и так первый второй ряд я провяжу чулочной гладью потому что у нас там чередуется чулочная гладь и этот узор то есть первый ряд это лицевые петли у меня будут и второй ряд изнаночные петли вяжем достаточно плотно девчонки узор состоит у нас из восьми рядов что очень неожиданно согласитесь для такого узора из восьми рядов почему потому что вот эти дырки там у кучинели расположены в шахматном порядке они не друг над другом я все-таки рассмотрела углубилась видите они на дырочкой в шахматном порядке и у кучинели точно также вот так первый узор девчонки кромочную а первый ряд кромочную мы снимаем далее мы провязываем все петли по 2 вместе далее мы провязываем все петли по 2 вместе при этом делаем двойной захват тугенько вяжем возьмите спицы еще тоньше если у вас есть вот так вот мы делаем двойной захват и у нас здесь получается скруточка такая на спицы так есть первый ряд то есть все петли у нас получается что петель у нас меньше второй ряд изнаночный что мы делаем кромочную мы снимаем далее делаем двойной накид 1 2 и изнаночной провязываем вот эту петлю при этом ее спуская то есть одна петля всего у нас отсюда далее двойной накид 1 2 эту петлю провязываем двойной накид 1 2 эту петлю провязываем и так до конца ряда то есть раппорт у нас двойная, двойной накид и одна изнаночная, так, начинали мы с накида, заканчиваем изнаночной, это очень важно, чтобы лишних накидов не наделать, третий ряд лицевой, лицевые петли, лицевая, вторая лицевая и второй накид спускаем, то есть из двух накидов у нас одна петля лицевая, лицевая, одни накид провязываем, один спускаем и кромочная, изнаночная, вот у нас образовались высокие вот эти длинные дырки, это вот эта вот версия, так и четвертый ряд лицевые петли, это да, это действительно в оригинале у нас там лицевые петли, я приблизила и они там есть, там возможно вот эти накиды не так у них сделаны, потому что машина и вязание, вот, но я попробовала их повторить, так, снова пятый ряд, снова мы вяжем по две вместе с двойным захватом, 1, 2, 1, 2, 1, 2, оно будет хотеть слететь, но вы приловчитесь со временем, это сразу вот так вот, 1, 2, 1, 2, есть, 6 ряд, здесь мы начинали с накида, значит здесь мы начинаем с изнаночной петли, чтобы для того, чтобы дырочки были в шахматном порядке, изнаночная, двойной накид, 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 и заканчиваем мы накидом, то есть в чем разница, казалось бы, раппорт у нас состоит из восьми рядов, но на самом деле из четырех, да, но только единственное, что здесь у нас накидом мы начинали заканчивали изнаночной здесь мы начали изнаночной закончили накидом для того чтобы это все располагалось у нас шахматном порядке то есть только в этом разница 7 ряд лицевые спускаем при этом 2 накид и восьмой ряд тоже лицевыми петлями вот он раппорт из 8 рядов этого узора так и это у нас вот это вот версия вот с большими дырками объемные так в чем различие между этими двумя версиями вот показываю в первом ряду мы делаем когда провязываем 2 вместе мы делаем не двойной захват а просто провязываем 2 вместе вот в этом разница всего лишь здесь мы не делаем двойной захват поэтому вы себе попробуйте на образце кто будет вязать это джемпер и определитесь соответственно к вашей пряжи к вашим пожеланиям определитесь какой вам какая нужна дырка а здесь уже как бы во втором ряду мы этот накид делаем двойной то есть поэтому у нас получается дырка меньше но все таки она длиннее чем с одним накидом и она все равно больше и длиннее чем допустим если сделать здесь один накид всего лишь но в классическом узоре накиды вместе да это делается в ряду а здесь видите это делается в двух рядах вот даже если один накид делать я кстати образец распустила вот надо было вот здесь я делала изначально версия было две вместе во втором ряду я по одном накид накиде добавляла вот и потом вязала эти два ряда но это было совсем не а ну дырка все равно была маленькая вот видите здесь больше здесь меньше дырочка вот в этом и есть разница этого узора все остальное все одинаково в шахматном порядке накиды вот и 8 рапортов просто две вместе вяжем не с двойной с двойным захватом а просто обычно две вместе вот такой вот я узор сообразила девчонки вот он по моей версии и я считаю я максимально приблизилась к этому узору пробовала я без вот этого ряда тоже неплохо но смысле с этим лицевым но в оригинале все-таки он там есть попробуйте приблизить узор фотографии и вы это увидите хотя без него тоже по вот кстати под без него два ряда у меня вот здесь вот без этого как бы лицевого ряда вид без этих как бы узелочков вот он тоже вполне себе симпатично в общем пробуйте определяйтесь кому кому какой зайдет больше вариант никому какой больше подойдет для вашей пряжи для ваших предпочтений вот то есть у меня это раз два три версии возможно родиться еще как она уже не знаю буду ли я снимать все девчонки на сегодня все с вами была Вика и школа рукоделия всем пока пока